Привет, друзья! Я часто думал, что убивает людей, или когда они сами себя убивают. Я прочитал много классики, посмотрел много фильмов за свою жизнь, много над этим размышлял и пришел к выводу. Отсутствие совести, отсутствие вот этой самоискренности. То есть человек, когда получает какой-то удар, когда он забывает обо всем на свете, когда у него стресс, или страх, или все обрушилось у него, у него разочарование, или еще что-то. Вот если он сохраняет силу духа, если он способен покопаться в себе и подумать, причина в нем, или причина в окружающем, или в ком-то, который совершил этот удар в жизни. Он сам его совершил, не ведая, что творит, или кто-то ему нанес этот удар. Но в данном случае искренность нужна. И вот когда человек совершает этот подвиг самоискренности, это же большой подвиг. Не каждый человек способен совесть сохранять, когда ему очень трудно. Да, он же обо всем забывает, все вылетает из головы. И вот человек отличается от животных именно тем, что он способен сохранять присутствие духа. Присутствие духа. Нравственность. Этический закон, который внутри нас. Конечно, мы же все об этом все время говорим, и знакомые слова нам кажутся понятными. На самом деле они просто знакомы. А на самом деле, как человека достанет какая-то проблема, так достанет, что он и забывает обо всем на свете, и может совершить какой-то безнравственный поступок, и не имеет сил покопаться в себе. А там столько заслонов, что это же большой подвиг быть собой искренним. А ведь оказывается, если собой искренним, жизнь сразу легче. Это удивительная вещь. И поэтому, возвращаясь к началу, я еще раз повторю. Нас убивает как раз-таки вот это вот... А давайте я так скажу. Безнравственность – это беспринципность человеческая. Потому что человек именно отличается от животных тем, что у него есть совесть. Да, и идеалы, которым он следует. Конечно, это способность видеть будущее. Поэтому, если человек забывает об этом, читает он там это и в Евангелиях, и в Библии. Он читает это все и в художественной литературе и забывает. Это же стержень, это основа. Компас нашей жизни. Да, конечно, совесть. Так, чтобы подвиг человека в искренности с собой, открытое сердце, самим себе хотя бы понять, что с тобой там происходит. И тогда у тебя все раскладывается по полочкам, жизнь становится легче. Потому что появляется определенное, что тебе надо делать, чтобы спастись и помочь другим. Да, это очень важно. Потому что будешь думать только о себе, один и останешься. У меня лучшая фраза есть. Потому что будешь болеть только о себе, один и останешься. Так это и есть бессовестное поведение. Так слушайте, что я вам хочу сказать. Это и есть сохранение силы духа. А вы что думали? Сила духа – это что? Это как раз таки есть воспитание нравственности. И не забывать в условиях кризисов, в условиях неопределенности о том, что надо быть искренним собой. Да, это и есть по существу наша внутренняя этика. Звезды над нами и космос внутри нас. Этический закон. Это совесть. Да, друзья. Жизнь сразу облегчается, когда вы лучше понимаете, что с вами происходит. Вы меньше делаете ошибок и готовы помогать. Я могу понять человека, который в беде, который в плохом самочувствии, который обвинил меня в что-то. Я могу понять этого человека. Но я же доктор, а он нет. Доктор на больных не обижается, как известно. Я готов еще раз помочь. Ну, помните, пожалуйста, берусьте эту помощь. Будьте с собой искренни. Конечно. Тогда происходит взаимообмен. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok